В предыдущем видео я говорил немного о том, как сделать профилактику от корневых гнилей у рассады томатов и перцев и баклажан, поскольку это основное заболевание всей рассады. Мы тогда применяли вот такой препарат Глекл-1. Он в таких коробочках. У меня были просто таблетки. Здесь 100 таблеточек в двух пакетиках. К нему идёт очень подробная инструкция. И, как я говорил, препарат основан на штамме одного грибка триходермы и, так сказать, очень хорошо защищает от всевозможных гнилей. Но всё равно, когда мы делали профилактику, либо лечение, опять же, в дальнейшем и так далее, то есть мы как-то будем защищать свои растения. Поскольку мы будем заниматься дальше природным земледелием, то вот ещё немного я хочу поговорить как раз о защите растений с помощью уже вот таких вот препаратов, как аллерин и гомоира. Оба они сделаны на основе бактерии, так называемой сенной палочки, только разные штаммы этой палочки. И вот аллерин неплохо работает по картофелю, гомоир хорошо по томатам и перцам. Ну, естественно, и оба они и туда, и туда тоже заменяются. И немножко, как бы, разные чуть-чуть и одни и те же заболевания, профилактику создают и, как бы, лечат, да. И чуть-чуть разные. Вот если аллерин, он даже от там серых гнилей помогает, а гомоир, вот, побольше от фитофторы, например, помогает, чем аллерин. Но когда их можно даже совместно применять, то есть, как бы, в одном растворе можно это сделать, то эффективность будет ещё больше, конечно. Мы будем защищать ещё больше свои растения. То есть, идёт тоже так же и обработка почвы, и обработка самих растений. Вот, тут есть тоже подробные инструкции. Всё это в виде таблеточек очень хорошо стали, то есть, упускать не в виде жидкости, а в виде таблеток. Срок хранения продлевается, то есть, там, как бы, споры бактерий или, вот, таблетиков, или споры грибков. И срок хранения уже три года. То есть, если вы что-то не использовали, да, то, как бы, здесь вот два пакетика. Один пакетик используется, один у вас ещё, там, может долгое время лежать. Мы летом ещё с помощью этих препаратов будем усиливать. И наш препарат, который я всё время пользуюсь, это уже свой, как бы, домашний ЭКЧ, тоже покажу, как это делать. Это вот, что касается защиты растений. Сюда же можно отнести вот такой препарат, как стирола. Вот, он уже на основе других бактерий находится. Но он больше уже, как бы, и как защищает тоже, как к фунгицидам, что ли, относится. Но в то же время и стимулирует развитие растений. То есть, если мы этим, как бы, защищаем, и в то же время, конечно, и они все, эти препараты, они помогают немного разлагать органику, то вот эти препараты, такие как азотик, как стирола, это больше у нас стимулирует и, как бы, растений, и позволяет их накормить. Да, как мы говорим, что есть какие-то бактерии, которые больше разлагают органику, а есть, которые, условно говоря, накапливают и превращают вещества в доступные. Вот в азотике это азотофиксирующие бактерии, что если, как бы, мы хотим увеличить потребление азота нашими растениями, то мы добавляем вот эти вот бактерии, естественно, их в почве становится больше, они из воздуха азот берут. И даже если, как бы, не хватка азота определенного, то когда мы, опять же, по природной технологии, то есть, естественно, для любых бактерий, еще раз повторюсь, в почве должна быть органика, то есть, им надо где-то жить и где-то существовать в бедных почвах. Они почти все не работают, вот эти все препараты. Стирола хороша тем, что она, например, помогает усваивать фосфор, то есть, делает его доступным. Это тоже очень важный элемент, да, который, например, в томатах очень здорово влияет на завязывание плодов, их, как бы, а, соответственно, и на урожай. И вот особенно в начале, как бы, роста, когда идет цветение, вот этот препарат будет очень, я думаю, полезен для, естественно, многих огородников, и в том числе для меня. То есть, они уже, вот эти препараты, в отличие от этих, они в порошке, не в таблетках, а вот в таких пакетах, в порошке, на носителе, но тоже довольно-таки большой срок хранения. То есть, здесь есть, естественно, тоже подробные инструкции, только здесь она уже написана, вот на коробочке. И, если все применять по инструкции, то, как бы, все должно по логике, конечно, получаться. Естественно, мы все это будем в этом году применять, сравнивать. Но еще раз повторюсь, то есть, как бы, природное земледелие, чем отличается от земледелия с помощью, как бы, химии, пестицидов и минеральных удобрений? Тем, что результаты природного земледелия, они не так очевидны, и применение этих препаратов не так очевидно. Если мы правильно взяли там суперфосфат, да, и размешали, и подкормили растения, это моментально. То есть, мы можем увидеть результат, но мы, будем говорить, также потихонечку будем губить нашу почву, да. Здесь же эффект не столь моментальный, он больше такой накопительный. Это же все бактерии, то есть, они должны размножиться, они должны именно когда быть в большом количестве и находить именно для них очень подходящий субстрат, чтобы был, естественно, у нас, мы вносим же очень много органики, да, при природном земледелии, компосты, то есть, они там живут, и вот уже из этих составляющих добывают все необходимые элементы питания и защищают наши растения, именно живя там, питаясь и развиваясь самим. У них цель-то самим развиться, а не то, чтобы накормить наши растения. Но это у них такой вот побочный, очень неплохой эффект. То же самое, в принципе, вот препарат неплохой для приготовления компоста, например, биокомпост 21, вот, в чем дело, чем он отличается, например, от Байкала, да, который тоже компост. Вот с помощью этого препарата можно уже готовить компост аэробным способом, то есть, с доступом воздуха. Поскольку мы знаем, что, например, Байкал, да, там, наоборот, большинство бактерий и организмов, которые у нас живут без доступа воздуха, поэтому он в бутылках, под крышечкой закупорен, в виде жидкости. И во всех инструкциях, чтобы приготовить компост с помощью Байкала, нужно все это либо в яме, либо укрыть плотной пленкой, то есть, прекратить доступ в воздух. Тогда там будут как раз работать бактерии, которые в Байкале. Здесь же все наоборот. Здесь именно почвенные бактерии и микроорганизмы, которые также разлагают всю его органику, но уже аэробным способом. То есть, это наверху ничего не надо. Как раз, наоборот, надо обеспечить доступ воздуха, чтобы это все у нас хорошо, компост зрел. Я считаю, что все-таки же компост, который, как бы, сделан вот именно аэробным способом, с моей точки зрения, мне, как бы, поудобнее. Он уже какой-то завершенный вид такой имеет, а не в виде, как бы, сиваса такого, да, когда мы готовим, если с Байкалом немножко. Но и то, и другое очень полезно и очень, в принципе, эффективно. Вот все, что я сегодня хотел сказать немного тоже об очередной небольшой серии, так скажем, разных биопрепаратов, которые у нас есть. На самом деле, конечно, их гораздо больше. Просто это вот одни из самых, будем говорить, востребованных и распространенных препаратов. Препаратов именно очень, как бы, известных фирм, это Московское очень хорошее объединение целое, то есть, это, по-моему, из Татарстана, но обе фирмы, которые занимаются не только производством, но, естественно, наукой, то есть, это все у них очень большие, будем говорить, научные базы, и все это с точки зрения науки делается. Поэтому, как бы, препаратов много, но эти препараты, я думаю, они, как бы, более гарантированно защищены от подделок, будем говорить так, да? Все-таки же хочется верить, что там действительно находятся бактерии, грибки, и что это будет приносить эффект, а не просто это какой-то порошок бесцветный, а это таблетка, да, с мелом. И все. На этом сегодня все. До свидания, до скорых встреч!